Наталья, добрый день, Сергей. Точно вас приветствую. Здравствуйте. Вот рассказали мы нашим телезрителям о том, что сегодня будем делать бомбоньерки. Но что это такое, не все ведь знают. Давайте расскажем. Да, это новое такое виние. Пришло из Европы, из Америки, потому что там это гораздо популярнее, чем у нас. У нас еще свадебная культура только развивается. Она в зачаточном состоянии, мне кажется. Мы надеемся, что скоро это все-таки перерастет во что-то грандиозное, и уже все будут готовиться к свадьбам совершенно по-другому. Бомбоньерки – это такие небольшие коробочки, в которые кладутся обычно маленькие конфеты, либо сувениры гостям. Это делается для того, чтобы выразить свою благодарность гостям, сказать им спасибо. Сказать спасибо за подарки. Может быть, за подарки, может быть, просто за то, что уделили время и пришли на свадьбу, потому что для молодоженов это всегда все-таки важно. А если гостей 500 человек, а всем бомбоньерки, да? Да, значит, 500 бомбоньерки. Значит, таким студиям, как нам, нужно будет много работать. А то есть вы хотите сказать, что в основном люди заказывают бомбоньерки, да? То есть сами не делают? Как раз-таки вот когда их нужно сделать, ну, допустим, не 500, но даже 50 штук, вот невесте… Вести жениху точно не дают в канун свадьбы. Конечно, потому что, во-первых, когда люди знающие делают это, и уже рука набита, получается гораздо красивее. Конечно, можно стараться много времени потратить, получится прекрасная бомбоньерка своими руками, но все-таки, конечно, лучше доверить делу мастерам. Доверить делу мастерам, а потом всем рассказывать, что мы-то делали это самое круто. Для близких, наверное, самых дорогих людей все-таки своими руками бомбоньерки лучше сделать, там, для родителей, для сестер, братьев там. Зачастую делается как? Основную часть делает профессионал, да, тех или иных сюрпризов. И остаются небольшие такие моменты, которые молодожены доделают сами, своими руками. Детали. Да, это всегда приятно и для гостей, и для молодожен. Детали вы имеете в виду наполнять непосредственно коробочку с сладостями или какими-то приятными вещами? Могут коробочку с сладостями наполнить, могут завязать ленточки, вот, да. Вот такие уже, так сказать, последние нюансы. Коробочка-то пустая, понимаете, конфеток-то сюда не положили. Я в пробке стояла долго сегодня. Хорошо, ну, в общем, развязали мы. Давайте начнем тогда, с чего действительно нужно начать делать бенбанверку. Первый шаг. Первый шаг, нам понадобится материал и инструмент. Материал можно купить в любом магазине. Мы будем использовать картон. У меня вот осенние такие, да, тематики. Мы будем делать зимние. Ну, правильно, зима можно, да. Потому что как раз... Времени года, да, различается? Ну, все-таки есть какие-то, да, предпочтения или, может быть, то, что более подходит к данному сезону свадеб. Да, у нас есть калька. Такая красивая... Это тоже калька, да? Это тоже калька, это перламутровая калька, да. Мы ее будем использовать для приглашения. У нас есть перламутровый... Мы сегодня будем делать еще приглашение, не только бенбанерки, но и приглашение. Обязательно. У нас есть перламутровый картон. Он есть серебристый, есть перламутровый, есть разных цветов, на самом деле. Вот здесь у нас использовано золото. Слушайте, потрясающе. Я бы никогда не подумала, что это картон. Если бы. Катуральный. И просто обычный матовый картон цветной, он тоже двухсторонний. Угу. Вот. Я предлагаю сделать в темно-синих тонах с серебром. Давайте. Я полностью полагаюсь на ваш вкус. А мы можем одновременно, в принципе, начать. Вы свою бенбанерку, а я свою, да? Конечно, без вопросов. Давайте. А я тогда сделаю ее какую-нибудь зеленую. Можно сделать, да, бенбанерин, например. Значит, начнем мы с того, что мы будем делать саму коробочку, да, потом будем делать крышечку. Коробочка, в принципе, ничего сложного здесь нету. У нас... Ну, можно нарисовать для себя схему, да, если мы плохо представляем, как оно должно складываться. Можно нарисовать схему. То есть это будет квадрат, ну, как крест выглядит, да? Я смотрю, у вас даже подсказки. Да, у меня есть подсказка, да, чтобы мне просто не считать по сантиметрам. В принципе, размеры можно выбрать любые, какие вам нравятся. Можно ее сделать низкой, можно сделать вытянутой, можно вообще сделать в форме какой-то необычной коробочки. Но мы будем делать сегодня самую простую. Ну, давайте расскажем нашим телезрителям. Вот для такой коробочки, я так понимаю, сколько она, сантиметров 5, да, наверное? Здесь она 6 на 6. 6 на 6. Да, это кубик. Вот какие параметры бумаги должны быть, да, сколько сантиметров вырезать, да? Бумага, в принципе, вся продается в формате А4, самый доступный вариант. Вырезать мы будем, получается, 20 на 20 нам понадобится. Линейка, наверное, вам очень понадобится. Нужна линейка, нужны ножницы, да, и карандаш. Это, собственно, самые-таки основные инструменты, которые вы можете использовать, которые у вас обязательно будут дома под рукой. Так, 20 на 20, да? 20 на 20, да. Я буду использовать специальный инструмент у меня, который облегчает жизнь всем рукодельникам. Это специальный резак, он вместе с линейкой уже и с ножиком. Слушайте, как давно это было? Вот это линейки, карандаши, я даже как вот, как будто бы в школе очутилась, но... А когда неплохо, да? Думайте. Вы знаете, о чем я подумала, что раньше-то бонбоньерки, они не картоны делались? А с чего? Вообще бонбоньерки... Из чего, Наталья, расскажите нам? Вообще бонбоньерки могут делаться из чего угодно. Картон — это самый распространенный вариант, да, и самый простой. Мы можем придумать любые необычные бонбоньерки. Это могут быть какие-то атласные мешочки, украшенные даже живыми цветами. Все зависит от стилистики вашей свадьбы. И естественно, что и бонбоньерка, и приглашение, они должны как-то гармонировать с общей концепцией вашей свадьбы. Вот смотрите, я уже отмерила 20 на 20. Теперь, я так понимаю, нужно вырезать, да? В принципе, мы можем сейчас... А у вас уже подготовленный, да? А мне, да, мне вот... То есть вы уже пришли на готове? Нет, я не пришла, я только что это сделала. А, подготовились. Все-таки бывают свадьбы, которые, да, с Сергеем, которые очень планируются за длительный период времени, там, может быть, за полгода, да, бывают свадьбы, которые там вот за неделю собрались и решили пожениться. И вот на эти детали не остается времени просто. Вот это плохо, если времени не остается. То есть уже не такой будет шик? Шик от этого не уменьшится. Есть профессионалы, которые помогут вам сделать это все быстро, качественно, максимально красиво. Помогут вам подготовить все торжество, да? Если у вас нет времени, вам надо заняться с собой, сходить к стилисту, подготовиться, да? Профессионалы вам сделают подборку зала, могут предложить несколько вариантов, несколько ресторанов. Помогут предложить несколько вариантов фотографов с разными стилями, видеооператоров. Помогут подобрать вам ведущего. Вот. И, так сказать, уже все, что вас интересует. Если вам нужны артисты, и артистов подбирают, да. Для этого, кстати, вот у нас проходит ежегодная выставка Королевства свадеб. Когда, где? В Санкт-Петербурге, да? Да, в Санкт-Петербурге. Это единственная выставка, которая предоставляет самый большой комплекс услуг именно профессионалов свадебной индустрии. От бонбаньерки до финального свадебного фото. Полностью, да, да. До ресторана до свадебного путешествия. А, даже путешествия. Да, конечно. Мы сегодня о путешествиях говорим. Вот. Пройдет эта выставка, кстати, ее можно посетить 25 января, 22 февраля и 22 марта. В отеле «Привалтийская». Там также, кстати, можно познакомиться не только с самими профессионалами, да, но и с их работами. Вот, в частности, у Натальи будет очень много выложено ее ручных шеревр. Бонбаньерки. Нет, там не только бонбаньерки. Бонбаньерки – это и главная часть. Там у нее идут альбомы, альбомы ручной работы. Это и пригласительные, и всякие коробочки под подарки, под конверты, да. Просадочные карточки. Так, Наталья, что вы сейчас делаете? Вот пока вы рассказывали о том, что же ожидает Невский берега, что нам подготовили, на самом деле мы с Натальей уже разлиновали, можно так сказать, вот эти квадратики наши. Но я не очень поняла, в каком соотношении вы их линуете, то есть какие сантиметры отмеряете. Наталья уже пришла с готовым инструментом, ей легко, понимаете? Вот что обычному человеку делать, у которого этого инструмента нет? Вы просто должны посчитать, какой высоты у вас будет бонбаньерка и, соответственно, какого будет размера донышка, да. Мы еще берем, я беру 2 сантиметра, чтобы мы загнули внутрь эти краешки, чтобы они выглядели аккуратно, да, чтобы не было просто обрезанный картон. То есть по 2 сантиметра с каждого края мы отмеряем. Это такая рамочка получается. Это рамочка на загиб. Да, это как-то каемочка. И остальное поле на 8 квадратов. Остальное на 9 квадратов. А, на 9 квадратов, да. Соответственно, вот эти вот крайние нам не понадобятся. Мы их вырежем. Мы их сейчас вырежем, да, мы оставим только небольшой припуск, чтобы у нас было, как их склеить. В принципе, чтобы не мучиться, можно все квадраты одинаковыми сделать, я так понимаю. Они не одинаковые, да, получились. Я смотрю, где-то 5 сантиметров, а где-то 6 сантиметров. 6 сантиметров по центру у нас. По центру. 6 на 6, а 5 сантиметров это высота банбонерки, да. А можно сделать все по 5? Можно сделать все по 5, можно сделать все по 6. И тут уже как бы, что позволяет вам бумага, и какая у вас фантазия, да. Я так понимаю, что нужно уже начинать загибать, да? Проще сначала вырезать все-таки, да. То есть нам нужно сейчас вырезать вот этот крестик, да. Соответственно, нам нужно... Это какой еще раз крестик? Вот этот крестик, который у нас в центре идет. Это нам понадобится для банбонерки. Вот это нам не нужно. Вот правильно, да, пометьте для наших телезрителей. Вот это нам не нужно, крайне, да. Но нам понадобятся небольшие такие флипы, так скажем, да, чтобы было на что приклеить наши стеночки. Соответственно, так мы и вырежем. Вот я сейчас нарисую, да, чтобы было понятно. Вот, нам понадобится 4 таких вот... Открывашечки, закрывашечки, да? Так скажем, да. Фиксирующие. И остальное мы можем вырезать. Здесь, соответственно, чуть-чуть можем сгладить края, чтобы проще загибалось внутрь. Соответственно, с этой стороны. Да, со всех сторон. Да, мы предлагаем резать. Давайте начнем резать, действительно. Так, вырежьте так ножницами, я буду со своим... А можно я на вашем вырежу, а вы мне пока разметите крестиками, ноликами? Вот хитрюга, вот хитрюга. А я, пожалуй, так прямо и... Так, Наталья, еще раз. То есть я вырезаю вот так вот, да? Давайте отсюда начнем, где размечено, да? То есть нам необходимо вырезать такую вот фигуру. Эту режем по сгибу и вот сюда чуть-чуть сглаживаем. Эту тоже режем по сгибу и сглаживаем. Здесь, опять же, оставляем небольшой зазорчик, чтобы можно было приклеить. То есть только вот на этих двух. Я так понимаю, что нашим телезрителям придется посмотреть все-таки повтор на Ютубе. Работаем, работаем, Катя. Так, вырезаем. Я уже начинаю вырезать. Так вот как раз по поводу бутоньерок, бонбоньерок, действительно, и бутоньерки, хотя тоже приготавливают для свадеб. Это уже дело флористов. Давайте не уходить в сторону, Катя, не уводи наших гостей. Мне просто очень нравятся бутоньерки. На самом деле и бутоньерки, и букет невесты – это тоже такие очень важные элементы свадебного декора и вообще свадебного дня. Потому что, естественно, без букета невесты, можно сказать, и не будет и свадьбы. А сколько вот, если не секрет, примерно средняя цена на готовую бутоньерку составляет? Да, от чего зависит? От материала, от времени изготовления? Все зависит от сложности, все зависит от количества украшений. Мы когда сделаем нашу коробочку, будем ее украшать, я покажу, какие варианты бывают украшений. Потому что на самом деле… А вы можете коробочку-то уже открыть. А я хочу интерьер подержать. Открыть, пусть зритель уже знает, что еще предстоит. О, какая красота! Много всего интересного. Это картонная коробочка, это еще коробочка с различными украшениями. Я ничего личного не вырезаю? Все правильно. Все правильно. Есть вот такие красивые у нас пряжки, которые вот здесь использованы с лентами. Есть красивые такие кластеры, которые есть с перламутром, есть с синими камнями. Так, вот Катя уже основу подготовила. Смотрите, вот у меня получился, по сути, такой крест. Теперь нам нужно по линии сгиба все это свернуть. Согнуть. Сейчас очень модно делать свадьбы в каком-то цветовом стиле. Так, например. Вот нравится молодым, допустим, жениху и невесте вот бирюзовые цвета, да, или там, допустим, розовые цвета, или можно совместить несколько цветов, да. И они делают, стилизуют свадьбу свою полностью в этой цветовой гамме. И тут, соответственно, подбирается, как вот... Гости вы должны в этой же одежде плетить. Вы знаете, даже зачастую, зачастую бывает даже дресс-код, гостям ставят какие-то она, цветовые гаммы, и гости приходят именно в этих костюмах. Да, интересно. Если же не понравится фиолетовый, а даме, допустим, не знаю, оранжевый, то уже как-то не очень. Почему нет? Можно совместить. Все допустимо? Да. Допустим, если фиолетовую мы основу коробочки сделаем, той же самой бомбонерки, да, и оранжевую, допустим, крышечку можем, да. Или там, допустим, фиолетовая, если полностью коробочка, а оранжевая вот ленточка вот эта, да. Точно так же можно по цветам в ресторане украшивать, драпировать тканями, флористика. Цветы? Ну, шарики, вы знаете, шарики все отходят, все больше, наверное, от именно украшения ресторана. Они используются в других случаях, зачастую гости любят. А голубей, которых выпускают, их тоже нужно в оранжевую фиолетовую? Друзья, вы отвлекаете, понимаете, на самом процессе наши зрители не успеют понять, как же им сделать бомбонерку. Вот я все пытаюсь ее скрепить и не понимаю, чем мне ее скреплять нужно. И правильно ли я делаю? Скорее всего, у вас под рукой окажется клей-карандаш, да? А лучше клей-момент, наверное. А лучше клей-момент, но клей-момент может пропитать картон и останутся пятна. Самый удобный способ, если вы все-таки делаете несколько бомбоньерок, да, купить вот такой маленький двухсторонний скотч. Он отрывается руками, это очень быстро помогает склеить все необходимые элементы. Потрясающее изобретение. Да, это просто на самом деле спасение. То есть мы проклеим сейчас вот по этим краям, которые будут у нас ближе к каемочке, проклеим скотч. И знаете, я, наверное, доверю это вам, потому что с моими неумелыми руками в первый день я боюсь, что я испорчу бомбоньерку, испорчу кому-то свадебное настроение. Можно не переживать, потому что это можно оторвать в любой момент. А, то есть она еще и легко отрывается, да? Ну, если не приклеить, допустим, а просто, да, приложить поначалу, то да. То есть мы вот так вот... То есть смотрите, вот по крыльям, по краям мы приклеиваем вот этот... Мы приклеиваем двухсторонний скотч. Можно просто намазать клеем, да, и, соответственно, не мучиться. Но скотчем будет аккуратнее. Скотчем, во-первых, будет аккуратнее, во-вторых, будет надежнее, держать вам не нужно будет, пока он склеится. Слушайте, а как удобно, ты быстро действительно наклеила, торпала 5 минут. Это все делается, да, очень быстро и экономит время, потому что все-таки, когда делаешь... А я-то на Новый год, когда или какие-то праздники делаю подарочные упаковки, столько времени на это трачу, оказывается, все дело в двустороннем скотч. А двусторонний скотч, на самом деле, у вас будет все очень быстро. Забудь про подарочные полиэтиленовые пакеты всегда, а теперь у тебя в руках есть мощный инструмент, бандбаньерка. Женя, я не знаю, как вы дарите подарки, в каких полиэтиленовых пакетах, я все-таки стараюсь делать что-то наподобие бандбаньера. Ага, так, ну вот, мы убираем верхний защитный слой, теперь мы начинаем просто ее складывать и скреплять. Загибаем наши уши внутрь и приклеиваем. Так, может быть, мне тогда вот тоже начать делать, да? Правильно, вот с этой стороны, да? Да, будем вот так вот, с этой стороны, да? Так, расскажите... А у нас еще должна быть крышечка в бандбаньерке. Крышечку мы сейчас, конечно же, будем делать. А крышечка, наверное, это самая... Давайте потихоньку к крышечке приступать. Крышечка будет абсолютно по такой же технологии сделана, да, просто она будет чуть-чуть побольше сверху, потому что она должна закрыться. А на сколько побольше должна быть? Буквально несколько миллиметров, ну, я, в принципе, возьму 4 миллиметра, потому что у нас крышечка, она будет тоже такая, так скажем, объемная, да, это просто не один слой будет картона. Поэтому лучше, чтобы у нас был с вами запас, чтобы мы могли потом бандбаньерку свою закрыть. Так, здесь я загнула краешки. Наталья, да, а может быть вы крышечку для... Да, давайте вы крышечку, а я закончу вот с коробочками, да, действительно, расскажите пока, что нужно для крышечки. Так, для крышечки нам понадобится тоже картон, размер возьмем 14 на 14. 14 на 14, ага, поняла. Что ты поняла? Потому что она у нас будет здесь 1,5-2 сантиметра, да, ну, здесь 2 сантиметра она. То есть, друзья, запоминайте, для коробочки примерно 6 сантиметров высотой вам необходимо основание коробочки взять картон 20 на 20, для крышечки 14 на 14, опять же, тот же самый квадратик сделать. Да, будем отмерять здесь уже по 2 сантиметра с каждого края. Ну, как и для основания коробочки, правильно? Да, чтобы у нас были тоже такие небольшие зазоры. И вырезаем абсолютно такую же форму, просто она у нас будет немного меньшего размера. Вот вы знаете, я сколько раз была на свадьбах, но ни разу мне не дарили бонбоньерку. Ну, вот сегодня... Может, подарки были плохие мои? Настал волшебный миг, когда у тебя бонбоньерка будет на руках. Обычно молодые это не за подарки дарят, а делают комплименты всем гостям. Ну, я надеюсь, вы поняли мою шутку. За то, что гости к ним пришли, и они таким образом выражают свою благодарность, уважение к гостям. За это гости должны дарить пухлые конверты, я так понимаю, да? В награду. Как правило, сейчас уже мало кто идет с одеялом или с постельным бельем. Обычно в конвертах и дарят, а молодые сами выбирают, что уже покупать. Денежки, да, да, да. Так, Наталья, расскажите, каким образом, что мы сделаем для коробочки? Где вырезаем, какие квадратики? Вырезаем абсолютно такую же форму, да. То есть здесь я просто оставляю такие зазоры, ну, потому что у нас сама по себе крышечка маленькая, да. Я просто эти квадратики делаю, я немножко сглаживаю углы и оставляю их, чтобы мы могли на них приклеить в другую сторону. Наталья, а за сколько вы изготавливаете бонбоньерку одну? Ну, такую простую, несложную. Ну, вот сколько мы с вами сейчас... Вот я еще не могу еще до конца склеить коробочку. У меня на это уже рука набита, поэтому уходит не так много времени, но я думаю, что минут за 15 можно... А время наше уже бежит, друзья. У нас остается буквально пару минуточек, да, и для того, чтобы закончить нашу красоту... Мы предварили, да, что у нас сегодня не поздравительные открытки, дорогие наши телезрители, но придется перенести изготовление открыток на следующий раз, пригласительных открыток. Так что вот сейчас доделаем бонбоньерку. А я еще раз повторю, что если мы что-то сегодня не успели, а у вас интерес остался, то вы можете самый широкий спектр всего, что Наталья новоискусства, что других профессионалов увидеть на свадебной выставке Королевства свадеб 25 января, 22 февраля и 22 марта. Приходите, не пожалеете, все, все увидите своими глазами. На самом деле здесь очень важно не только увидеть, но и потрогать руками, потому что изделия ручной работы, они все-таки несут в себе такую информацию тактильную, да, то есть... Я сравниваю Наталью на коробочку и свою, и я понимаю... А теперь вы можете... А теперь задумайтесь все-таки, да, стоит ли тратить свое время... Действительно, когда можно прийти к Наталье... И нервы, потому что когда у вас это... Наталья, давайте крышечку уже на коробочку. Вот такая бело-голубая у нас бомбоньерка получилась. Слушайте, коробочка у нас уже готова. Я так понимаю, что ее можно просто вывязать каким-то бантиком, потому что времени у нас уже немного. И на этом мы закончим сегодня. А в следующий раз мы обязательно сделаем открыточки. Приглашение. Приглашение, да, для того, чтобы... Вот такая яркая ленточка повязывает чудесную бомбоньерку. Здесь можно прикрепить любое украшение. У нас тут есть и вот пряжки, и кластеры. Можно прикрепить цветы. Можно просто завязать обычный бант. Он будет очень красиво смотреться так же, и ничуть не хуже. Можно сделать именные бомбоньерки. Можно сюда таблички с именами прикрепить каждого гостя, если, конечно, у вас на это хватит сил. И тогда это будет... Чудно, чудно получилось. Друзья, вот смотрите, сегодня мы научились делать вот такие замечательные коробочки. Я, с позволения, с вашего оставлю, наверное, себе эту коробочку, если вы разрешите. Друзья, смотрите на ютубе повтор нашего выпуска, вы обязательно стерите не хуже коробочки. Благодарим Наталью. Наталью, огромное спасибо, Сергей. Да, спасибо, что пришли. И вам спасибо. Друзья, ну а мы продолжаем с вами наше общение на канале Теледом. Сегодня к нам придет в гости яркий и харизматичный Сергей Рогожин. И мы будем говорить в основном не о творчестве, а о финансовом планировании. Да, вот так. Еще к нам заглянет Наталья Метелица, и мы узнаем о ближайших выставках в музее театрального и музыкального искусства. И еще мы сегодня пообщаемся с художником Николаем Копейкиным. И он нам расскажет, откуда у него рождается вдохновение. И не забываем про викторины. Оставайтесь с нами. Всего доброго.